В прошлый раз я затронул тему свежей или новой перспективы на молитву, в которой были три ключа. Вы помните какие-то три ключа? Это отношение, то есть свое отношение, что Бог наш, Он есть Отец Абба, что Он всемогущий. И самое главное, перспектива откровения, да, Он сильный, Он правит, и эта надежда в Нем должна оставаться у нас всегда. Перед тем, как вы начнете свою молитву прошением и, как бы сказать, жалобой или предложением Богу, что делать, начните то, что советовал Иешуа. Значит, назовите Его Абба, который на небесах, который всемогущий и который воля Его совершенная, дабы исполнилась на земле. Я думаю, что это очень важно и очень интересно. Но несмотря на то, что я вам говорю, да, вот люди все-таки подходили ко мне после собрания и уверяли меня, что все поняли. Все поняли и пересмотрят свое обращение к Богу в молитве. Так, сказали, мы хотим по-другому молиться. Я скажу так, что когда мы меняем перспективы на более позитивные мыслиния, кто наш Бог, да, тогда мы начнем немножко по-другому смотреть на жизнь. И сегодняшнее послание у меня, идя дорогой жизни, вот у нас все-таки есть жизнь, которую мы должны пройти. У каждого свой отрезок жизни, он либо очень длинный, как у Маше, 120 лет, и мы об этом еще поговорим, либо не совсем такой длинный, когда дети рождаются и по причине, которая нам иногда неизвестна, отходит в вечность. Люди, конечно же, рады изменить свою жизнь. Но, знаете, прошлая неделя, у нас эти вот 7 дней сильно удивили. Очень много произошло. Вы согласны со мной, что у нас за несколько дней происходит то, что происходило за несколько лет. А тут за неделю произошло то, что многие как-то так думали и ожидали. Мы узнали, что российские чиновники придумали новую причину для продолжения войны. Кто помнит, кто знает, что они придумали. Они что-то так посмотрели на всю страну, что здесь происходит, да, и сказали, у нас есть новые цели, почему мы продолжаем это вторжение. Это десатанизация, в которой следует, что самые злые сатанисты – это евреи. Но что сказать? Вывод. После всего, после всего. Как всегда, ничего нового они не смогли придумать. Потому что, если вы посмотрите в Средневековье, всегда, если рисовали в евреев или каких-то еще виновников, каких-то событий, там, черной оспы или что-то еще, всегда кого-то винили, нарисовав на гравюре еврея с большим носом. Понимаете, да? Ну, что делать? Мы все-таки совываем свой нос во все дела, но что делать? Да? Но, знаете, они настолько интересно, знаете, вот начали говорить, даже слово «шаббат», «шаббат» на идыше всегда говорят «шаббас». Но в этом нарративе, который сегодня звучит, они говорят красивое, сделали красивое слово, в котором соединили и бесов, и ведьм, колдунов, и назвали это «шаббашем». Вы заметили, нет? Собранием зла какого-то, на этом «шабаще», в Украине что-то там придумали. Ну, знаете, я не удивлен, я не знаю, как вы, я вообще-то не удивлен, почему-то я что-то ожидал, когда же они во всем обвиняют потом евреев. Это уже даже не пугает нас, даже смешит немножко, я не знаю, как вы так, смотря в историю, ты начинаешь понимать, что кто-то в чем-то виноват. Понимаете, да? Но глубиной такого чудовищного вывода всегда был антисемитизм. Либо он скрытый какой-то, либо, как мы называем это, домашний, знаете, домашний антисемитизм. Но оно присутствует у многих людей. И что самое неприятное, так это то, что этот антисемитизм, этим антисемитизмом заражено большинство христиан. Да, вот, как-то такое состояние, что все, все, теперь надо опять винить евреев. Что нам же делать? Как реагировать на все это? Вы скажете, что будет дальше? Очень просто. Ну, конечно же, молиться. Поэтому я напомню вам о том, что мы говорили в прошлый раз. А второй мой совет, это просто двигаться дальше по жизни, радуясь. Вы скажете, что здесь радостного, если нас уже во всех бедах обвинили. Радость, Господи, сила моя. Ну, она и ваша тоже сила. От того, что нас пугает, не станет нам ни хуже, ни лучше. Они все это делали и делают, но, слушайте, многие из нас живут мечтами. У нас есть мечты. У нас есть такая хорошая мечта, типа, дети вырастут, станет легче. Кто так думает? Все себя убаюкают такими баснями. Или уйду на пенсию, тогда расслаблюсь. Вот сейчас вот все так, все тяжко. Вот на пенсию пойду, будет огород, там, фазенда, дача. Вот тогда расслаблюсь. Вылечусь от болезни, вот тогда начну служить. Знаете, это такие намеки, что радость ждет нас в недалекой перспективе. А сейчас нужно терпеть, ну, как если, как говорят, и Бог терпел, и нам велел, да? Типа, никакой перспективы радости на сегодня у нас нет. Мы как-то думаем за какую-то позицию. Вот когда-то это должно произойти. Такие намеки, это, знаете, небольшое, как бы, для меня разочарование. Как служителя, как пастор, как ребе, как хотите, называйте, да? Как человека. Мне это, как верующий человек, мне такие перспективы, они, как бы, не очень радуют. Ну, тут меня не, знаете, вот нужно менять перспективу. Как мы в прошлый раз говорили, нам нужно поменять перспективу молитвы. Вообще, куда мы идем, да? Вот с чего мы начинаем молитву. Так же самое и в жизни, по которой мы свободно шагаем, нам нужно изменить перспективу нашей жизни. Нас, у нас с вами, как бы, такая тенденция найти сюда причину, чтобы не быть счастливыми людьми, даже сейчас. У нас, вот, как люди, мы всегда находим себе перспективу, почему, или там, вообще, понятие, почему мы не счастливы. Ну, потому что у нас газ по 30 гривен, или там, по сколько там. Или, а что счастливого, если там бензином заправлялись раньше по одной цене, а теперь уже по 52 гривны. Ну, как это вообще можно? Эти ценники, эти все, как бы. И мы себе ищем причины, почему не быть счастливыми. А просто уже идти, вот дойдем до какой-то красной линии, а вот там уже как будет. Может, нам вообще покажется странным, но нам нужно научиться быть счастливыми на пути, когда мы уже двигаемся, когда мы живем. Нам нужно научиться быть счастливой вообще по этой жизни. Я верю, что нам необходимо. Потому что Библия об этом говорит. Радуйтесь, всегда радуйтесь. Вы скажете, а чему радоваться? Ну, да несовершенные, знаете, вот есть цели у нас. У нас вообще никогда не бывает совершенных целей. Не бывает все так, чтобы все было, как говорят евреи, помази. Чтобы все было так гладко, все было хорошо. Нам всегда что-то не хватает, какие-то обстоятельства. Возможно, нужно пересмотреть наше решение какие-то. И не каждый день вообще он идеальный. Не будет идеальных дней. Знаете, как женщины говорят, у нас критические дни. Я не понимаю, что это критические дни, но очень плохо. Но очень плохо. И все же Библия не зря говорит, что радость в Господе это наше подкрепление. Где мы это черпаем? Знаете, вот что сила в Господе, да? Вот радость в Господе сила моя. Мы это часто, кто-то там поет песни, там делают какие-то стихи. Откуда мы черпаем? Где мы взяли это место Писания? Знаете, когда я начал больше изучать это все, чтобы наша радость была совершенна, и чтобы мы всегда радовались, чтобы мы говорили. То есть всегда, значит, всегда, при всех обстоятельствах. И я увидел, что и Ниемия пишет это в то время, когда приходит восстановление. Когда было трудно, было переживаемо, было, ну, скажу, ужасно. Когда мы были, евреи, отделены от своего места жизни. Когда у нас не было храма, когда все это восстанавливалось, когда-то все делалось. И вдруг он говорит, но Эзера велел им, идите, ешьте досуто, пейте в сладость, делясь с теми, у кого ничего нет. Он говорит, слушайте, чего вы здесь сидите? Идите, делитесь всем тем, что у вас есть, и то сладкое, и то горькое, что у вас хлеб, соль, делитесь. Ведь этот день свят у Господа. Владыки нашего, не надо скорбеть, пусть радость присутствия Господня придаст вам силы. Вау! Вы знаете, когда я смотрел на это местописание, оно немножко как бы изменяется. Вместо того, чтобы просто сказать, радость Господня, сила моя. А вот, не-не-не, а присутствие, именно Господня придаст вам силу. То есть будет давать возможность восстановиться, иметь надежду на Него. Как и в прошлый раз мы говорили о молитве, что нам нужно иметь сам подход, и брать, например, учение Ишуа, о перспективе молитвы, так и нужно брать Писание, и смотреть, что в присутствии Господа не должно быть уныния. Хотя каждый склонен к зачарованию. Скажите, кто-то вас не разочаровывался? Мы все разочаровывались. То в школе, то в детстве, то уже будучи взрослым, то в каких бы там ни было правительствах, родителях, женах, детях, что-то не происходит. Какие-то были всегда расстройства. Но мы призваны распознать окружающие нас чувства. И знать, что Бог всегда с нами. Поэтому Эзра увещевает, что Божье присутствие – это источник силы по жизни. По жизни. Это не нужно смотреть, вот когда я достигну чего-то, потружусь, буду пахать, а потом придет облегчение. Вот тогда порадуемся. Он говорит, по жизни. То есть, идя по этой жизни, ты должен найти этот источник, который дает надежду. И Павел филиппийцам 4 глава, 4 стих говорит, радуйтесь всегда, Господи. И еще раз говорю, радуйтесь. Всегда. Слово всегда – это только когда приходим на собрание. Вот начали с хорошей ноты и пошли танцы. Та-да-да-да-да-да, хорошо. Или в нигунах. Вот тогда уже радость выражена. Нет, всегда, то есть во всяком время. Знаю некоторые люди, которые мне говорят часто, не могу дождаться шаббата. Рэбэ. Не могу дождаться шаббата на собрании. Так классно. Так хорошо, просто отдыхая. Нужно, знаете, вот увидеть людей, пообщался. И вот когда заканчивается шаббата, чувствую себя, вау, круто. Вот это все. Знаете, что это мне говорит? Что у людей есть красные линии. Мне это четко и понятно. Мне не нравится, мне моя жизнь в течение недели. Жду шаббата, когда мне будет радостно. И в ответ тишина. Знаю, что вы согласны? Ой, вей, рэбэ. Не все такие счастливчики, кто-то должен пахать. Правда? Не такие счастливчики, что радость еще. Надо уже и как бы так меру знать. Послушайте, друзья. Мы говорим о радости. Скажу просто. Когда вы смотрите на какие-то цели, когда вот, вот, вот если это достигнуто, да, вот получу удовольствие вот от моего отпуска или чего-то другого. Вот буду пахать, пахать, это нормально. Я говорю так, на самом деле, писание говорит о том, что пять дней работай, да? Или шесть? Или пять дней? У нас благодать есть в бывшем Советском Союзе. У нас пять дней пахал, потом шаббат, да, потом еще воскресенье добавили еще, а потом день первый. Тяжелый понедельник. Ну, знаете, когда вы ставите красные границы, после которых приходит удовлетворение обстоятельствам, или просто расслабляетесь, будете наслаждаться жизнью, то всегда придет какой-то день или будет день, кто-то вам его испортит. Вот, если мы как-то думаем, вот если это произойдет вот так, все будет хорошо. Этот день настал, вроде бы все хорошо, но кто-то обязательно тебе испортит этот день. Посмотри, как много происходит сегодня вокруг нас. Интересного. Просто взгляните, вы скажете, что хорошего? Летают ракеты, летают эти дроны, мопеды. Что хорошего, Ребе? Я говорю, посмотрите на все эти обстоятельства. Сколько новых людей появились в нашем окружении. А сколько людей уже нет в нашем окружении. Тоже нужно радоваться. Слава Богу, что уже их нет. Как много Бог уже сделал. Так раз и вас избавило тех нежелателей. Как интересно протекает осмысленная жизнь. Ты начинаешь четко понимать, что завтра может не настать. Ценим сегодня. Значит, думать об этом. Начинаешь смотреть на перспективу немножко по-другому, за которую раньше вообще ты не думал за жизнь. Раньше просто проживал от дня в день, а потом неделя от недели, месяц на месяц, год прошел. Смотришь, уже 50. Уже подходишь к 80. И не понимаешь, что произошло. Как приятно помочь тем, кто просто тебя раздражал. Посмотрите на эти перспективы. Ты можешь принести ему кулечек с пищей, когда ты раньше не смог им ничего сказать, они тебе говорят спасибо, уважать ты начали. Как перспективы поменялись. Как интересно наблюдать за теми людьми на улицах, которые ходят, да? Стали замечать людей или нет? Я начал замечать людей. Не то, что как бы их стало больше, их вообще перестало быть на улицах. Я начал замечать, что меньше стало людей. Одесситов. Стало больше других. Да? Но с ними тоже нужно работать. Как радостно осознать, что у нас есть будущая надежда при любом раскладе дня. А у многих такой надежды вообще-то нет. Начинаешь уже думать. Может за это время вы достигли, знаете, каких-то отношений между мужем и женой, что вы уже достали друг друга. Это было в дни ковида. Это особенно. Мужья раздражались на жен, жены на мужей, когда запреты были на работу, где-то ходить. Сейчас, может быть, тоже, когда так, смотрите, этот муж ничего не делает, нет работы, нет того, нет всего. Но, конечно же, еще, когда смотришь на детей, спрашиваешь, как школа? Говорят, все онлайн. И так еще на тебя блымают глазами. Мама говорит, достало. Достало. И ты думаешь, накормить их, потом еще сидеть возле этого компьютера, потом еще как бы погулять. Это дети вообще. Я вам скажу одну простую вещь. Есть люди, которых детей нету, и они мечтали бы о ваших проблемах. Жены и мужья. Поверьте, там есть те, которые бы и такой муж сойдет. Смотрите, чтобы кто-нибудь не украл. Я говорю о том, что мы иногда перспективы на будущее не смотрим. И что нам кажется естественным и ежедневным проживанием, на самом деле для нас является чудом. Мы не смотрим так. Но на самом чудо, что у нас еще все работает, что у нас происходит то, чтобы мы ожидали, может быть. У нас есть хлеб насущный, у нас есть электричество при всех тех обстрелах, что тоже происходит по всей стране, террору. У нас есть чудеса. Об этом мы узнаем только тогда, когда мы что-то потеряем в этих чудесах. Когда мы теряем то, что было дорого, которое нам надоело, мы не знаем, что с этим уже делать. А когда потеряли, ой-ой-ой! А как было хорошо! Мы начинаем жить либо прошлым, либо вообще ни на что не надеяться, на будущее. Вместо привычного, вот, ой, понедельник. День тяжелый. Давайте скажем, о, понедельник! А знаете, что будет поставить на шаббат? перспективу немножко поменять? Вместо нытья? Ах! Сказать, подожди, это возможность! Вместо того, чтобы сказать, дорогая визна, вот так вот, инфляция, вот цены просто подскочили. Сказать, а что, мы голодаем? так по-одесски. А что, да нет, все нормально. Чуть меньше кушаем. И в том выхода есть. Немножко похудеем. Поменять немножко перспективы, мышление. И вместо того, чтобы сказать, электричество, понимаешь, не было 6 часов, буквально позавчера, не было, у некоторых 8. Сказать, слушай, 8 часов молитвы и провождения рядом с женой или с детьми. Как классно! Не, ну мы же не хотим так думать. Мы же не хотим смотреть перспективы. Получить, давайте, позитив в критическое время это искусство возрожденного человека. Я верю, что именно позитивное мышление в критические времена или такой ситуации, которая, может быть, безвыходной, могут только делать рожденные свыше люди. Потому что перспектива у нас немножко в Боге другая, чем у людей, которые не знают его. Враг душ человеческих пытается нас убедить не в радости жизни, а в жалком прохождении ее. Со старым нарративом. Неужели так сказал Бог? Неужели правду сказал Бог? Что я имею ввиду? Когда Бог дал нам детей, кто знает, что дети это что? Благословение от Господа. мы знаем, что дети благословения от Господа. Библия об этом говорит. А нам наши дети просто не утешают наши дети, расстраивают нас наши дети. И приходит мысль, а неужели Бог сказал, что дети это благословение? Думаешь, Боже, не знаю, вот руками сейчас бы к стенке приставил, да? А, например, семья. Не хорошо быть человеку одному? Скажет каждый мужчина, конечно, что должен быть оденым? Жена одет. Боже, благословение. А тут проходит какое-то состояние, что нам уже та жена поперегорла стала. Бог говорит, диалог говорит, ну что, радостная жизнь. Или просто существование в браке. Понимаете, о чем я говорю? Старый нарратив. Неужели сказал Бог, что хорошо быть человеком вместе? Не, не, посмотри на свою жизнь. Когда есть пища, да, она тебе поперек горла становится, не моя, например. Или когда нам предлагают временное жилье, я обращаюсь к тем, кто сейчас за границей. Просто только хорошо, потом кажется, не моя квартира, не мои стены. Я вспоминаю Татьяну двоюродного брата, когда мы переехали в Америку, а у него был здесь дом такой солидный, он сидел в маленьком апартаменте государственном, потому что иммигранты и так далее. Он со злости пробил стену, ну она же из гипсокартона, и кричит, что это такое? Вот в Советском Союзе все кирпичное было, а здесь руками можно выбежать на улицу, если хорошо разогнаться. Недовольство такое. И вот, знаете, вот очарование вместо радости. Еврейский перевод филиппийцам 4 глава 8 стих. Давайте его зачитаем. Заключение братья и сестры, не только братьям это касается, вы сейчас одно целое как бы в Господе решил, как бы, знаете, Бог восстанавливает и то и другое вместе. Задоточьтесь в своей мысли на том, что истина, великодушна, праведна, чисто, достойна любви и восхищения на какой-либо добродетели или на том, что достойна похвалы. Интересно, он именно говорит, вот вам нужно на чем-то перестроиться. Знаете, когда я начал зачитывать это, я читаю и чувствую, что это местописание двигает меня или подвигает меня к каким-то решениям. Как будто, знаете, насильно меня заставляет передумывать обстоятельства. Я так раньше не читал, просто думал, ну что чисто, да славно, что-то, только похвала вот такое. А тут оно меня заставляет читать. Слушайте, жизнь бывает радостна, но ищи, то есть, братья, заключение, именно сосредоточьтесь в своей мысли, то есть, целенаправленно мыслите о том, что истинно, великодушно, правильно, чисто, достойно любви, восхищение. И я понимаю, как я это читал, я теперь не могу читать обратно, я понимаю, что я должен принуждать себя всматриваться, искать доброе посреди неправедных обстоятельств. обстоятельств, какие-то к нам неприятные, мне нужно найти среди, извините, за кучу дерьма, найти что-то особенное, за что стать благодарными. Мне нужно посмотреть среди кучи дезинформаций, найти истину. Библия об этом говорит, заставляет нас смотреть, искать, не просто, не верьте всякому духу. А сейчас духов очень много, особенно с востока, всяких там измов, таизмов. Нам нужно среди беззакония найти праведность, среди ненависти и боли что-то, что полюбить, что хорошего, что-то интересное. Среди разрухи, которая находит на нас, когда мы смотрим на то, что происходит, помочь людям среди критики и лжи найти что-то достойное похвалы. Знаете, это особенно сейчас важно. У нас критиков хватает. Одни несут на одни правительства, другие на других. Кто-то виноват, уже придумывают какие-то истории, кто-то не только что украли, перепродали, что-то еще. Вот это нагнетание лжи, надо найти, что позитивного есть. Потому что мы должны думать о позитивном. В Евангелии от Луки 24 главы мы читаем историю, которую нечасто мы ее вспоминаем. Но вспоминаем очень, когда идет у нас Песох или Пасха. Это глава, где двое учеников Ишуа, которые разочарованы и шли от Иерусалима в Маус. Ишуа к ним пристал сбоку и даже не так как это получилось. Либо еще ищли люди и вдруг раз к ним пристали значит с ним разговаривать. Ишуа присоединился к своим ученикам, которые разочарованно говорили о том, что произошло за последние три дня. И удивлялись, что он не в курсе. Ты знаешь только откуда ты пришел? Где ты вообще взялся? Все, что происходило, все слышат и все знают. Только ты один об этом ничего не знаешь. То есть они ему навязывали свои чувства, свои переживания, свою боль, свои разочарования, свои неожиданно, как бы сказать, неисполненные мечты какие-то, да? А он как будто далек от этого. И начинает им говорить из Писания, вдохновляя их о том, что послушайте, так этому должно было произойти. Этому должно было произойти. Об этом говорили пророки. Это как бы предписано было. Посмотрите, еще показываем другую перспективу страдания, которое он пережил. Что там должна была быть другая перспектива. То, что он умер, да, но перспектива-то другая совсем. И вот он указывает им другую реальность происшедшего. Он вдохновляет их посмотреть на все по-другому, а не просто оставаться в разочаровании собственных по жизни. Они были разочарованы и шли. Расстояние почти 10 километров. 10 километров Ишуа идет и вдохновляет их. Друзья, посмотрите, не все то, что вас разочаровывает, не то, что произошло, а то, что у вас перспектива никакой как будто нет. Там Библия говорит о том, что есть и в цели у Бога. Он вдохновлял их на новую перспективу. Не смотреть на просто прошитую жизнь человеческим путем. Не смотреть именно исполнение избавления человечества по-человечески. А смотреть, что тот, кто умер на Голгофском кресте, стал именно тем, о ком говорилось из прошлого. А потом у них открылись глаза, когда он преломил хлеб и исчез. Он вдохновлял, вдохновлял, уже хотел уйти от них. Они позвонили, ну слушай, останься, хоть ты, хоть не уходи от нас. Да? Он преломил хлеб и открылись у него глаза. Приводя этот пример, я хочу спросить, как много раз в нашей с вами жизни, в нашем жизненном пути мы не замечали, что наш Спаситель посреди нас. Да, он через Писание, или через собрание, или молитву указывает нам, чтобы мы не смотрели на жизнь как безысходную, а наоборот, что через Библию, через Писание мы где-то чувствуем, что Бог и все будет хорошо, но мы не замечали этого. Что нужно для нас, чтобы мы помыслили, поняли, что радость Господе в Его присутствии это источник сил продолжать свой путь. Сколько раз мы пропускали эту возможность, как эти ученики. Еще раз хочу заметить, что в этом путешествии учеников с Иешуа присутствует чувство радости, но они не распознали ее. Смотрите, 32 стих, это Луки 24 главы. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание? Такими словами, мы можем быть в состоянии, где Он с нами говорит, а мы пропускаем. У нас приходит это чувство, да, 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 что-то должно измениться, но мы настолько напряжены в наших обстоятельствах, что мы хморим на приспитивах, что когда-то придет радость, когда-то что-то исполнится, когда-то станет все позитивным, но сейчас они пропустили происходящее. Я за себя скажу, что я не всегда замечаю радость посреди обстоятельств, в которых я нахожусь. Ситуация, которая меня наполняет. Особенно, когда у тебя машину крадут, ты думаешь, ну, как делать? Слава Богу, что украли. Никто не сказал. Я только анекдоты рассказывали по Одессе за машину, которую украли. А разочарование приходит. И вот это состояние, в котором ты находишься, я скажу так, что они меня не вдохновляли. Знаете, хотя внутри все подсказывал, все будет хорошо, но понадеяться на Бога, уяснить эти отношения с Ним не совсем было, ну, как бы сказать, для меня еще бы откровением таким. У нас такое бывало тоже, когда ты вот посреди обстоятельств, ты чувствуешь, что, ну, ну, не все так же плохо. Где-то так, вот слово такое внутри. Подожди, все будет хорошо. Как много из нас не понимают, что Бог хотел нам сказать посреди проблем. Я таким был, я не понимал, что Бог хотел мне сказать, что Бог нас хотел ободрить, что посреди нас Он находится, что Он заботится о нас. Он же сам сказал, я не оставлю тебя, не забуду, но почему-то мы думаем, что ты что, забыл, прошел мимо? Нет. Сегодня я не говорю о смехе без причины, но о том, что, когда приходит помазание Божье в Его присутствие, в котором все заботы мы возлагаем на Него, и Он Сам дает нам надежду, когда ее у нас нет. А чтобы это было, нам нужно эти отношения с Ним иметь. Библия указывает, что их глаза открылись в особенный момент. Это момент преломления хлеба. И, конечно же, у нас сегодня будет преломление хлеба, но я не говорю о преломлении хлеба в контексте причастия. Я говорю о том мгновении, когда мы с благодарностью и благорасположением относимся друг к другу. Когда мы преломляем хлеб с близкими, родными, странными людьми, либо странниками, либо чужие к нам. Это шаббат, то время, когда мы приглашаем людей, чтобы преломить хлеб, чтобы рассказать, чтобы почувствовать себя в шаломе, чтобы почувствовать себя в отношении с Ним, близких отношениях, даже с женой, с мужем. 31 стих говорит, когда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них. Вау! Невидимым для них. Моя молитва сегодня за всех нас, чтобы наши глаза Бог открыл в близости и отношениях с Ним и с близкими людьми. чтобы открыл наши глаза, чтобы мы, идя через время, которое мы проходим вот сейчас, не пропустили чудес, не пропустили прикосновения, не пропустили что-то сверхъестественного, чтобы мы, наши глаза, были открыты пройти этот путь. Я бы не хотел, пройдя свой путь жизни, потом сказать, ничего рассказать, нечем гордиться. Вот я прожил свою жизнь, даже не зная, что сказать. Что я имею в виду? Что я, вот с детства, наверное, не могу сказать, что у меня были самые хорошие отношения и так далее с родителями, что с детства вообще меня чморили, там, родители в школе, да, да, вот такая не очень впечатляющая жизнь, что потом подросток какой-то был, потом юношество, потом женился, дети пошли, потом дети выросли, с женой какие-то отношения пошли, потом дети принесли тебе своих детей, то есть внуков, и ты уже прожил свою жизнь и думаешь, а что у меня произошло по жизни? Ничего. Я не хочу так прийти к концу своей жизни, чтобы не сказать, слушайте, у меня вообще жизни не было. Бог не хочет такого. Я думаю, что все намерения в том, чтобы мы изменили свою перспективу. Как и ученики, очарованные в событиях, и не использовали вот эту возможность пообщаться с Ишуа, они были на самом деле приоккупированы своими проблемами в сторону, идя в сторону Имауса. Они жаловались Ишуа о нем же самому. Вы заметите, они жаловались ему о нем же. Ты что, не знаешь, что произошло? Был человек. Вот они начинают ему говорить это о нем же, упрекая его о том, что произошло. А события, которые были там происходящие, 10 километров. Если мы идем 5 километров в час, 2 часа. 2 часа, как идет собрание, между прочим, неплохо. 2 часа Божьего вдохновения рассказать, что все так должно было быть. Слушай, что вы разочаровываетесь? Ну да, произошло это горе, да, эта ситуация ужасная, да, конечно, это все, но посмотрите, перспективы-то другие. И то, что вы считаете злом, или там происшествием, тяжело и проблематично, на самом деле это было предсказано в Писании. Я хочу давать надежду, что все будет хорошо. А они 2 часа с ним идут и ничего не понимают. И когда открылись у него глаза, у них глаза, да, уже было поздно. Уже стало поздно. Я не говорю, чтобы не обращать внимания на стресс или разочарование, но я даю нам понять, что в каждой ситуации есть зерно положительных чувств и радости. В каждой ситуации. нам нужно найти это маленькое зерно, зерно, которое способно дать нам силы пройти сложное время с Господом. Сами не сможем, но с Ним. Поэтому он подключается в нашей жизни, к нам, в наших ситуациях, чтобы мы услышали его, что в ситуации, которую мы находим, как страна, все будет нормально. Подождите. Не спешите. Не делайте, так сказать, выводов чрезмерных. Надейтесь на меня. Чтобы не произошло так, как происходило с учениками. Что они поняли, как много потеряли и уже они это узнали постфактум. Два часа пешком с тем, кто воскрес из мертвых и вдруг ты понял, что все это был он. Но уже поздно. и вот на этом мгновении пережитом с ним они бегут к ученикам и сказать, так он воскрес, он живой. Мы с ним говорили два часа и не поняли, что это был он. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы можем быть на собрании все дома или это еще. Да, Бог говорит с нами в наших ситуациях и мы в конце концов где-то в конце служения или где-то ой, да неужели Бог в нас хотел вдохновить. Ой, спасибо. А может нам нужно сразу войти в перспективу радости жизни. Мы с вами часто вспоминаем прошлое. Часто. Я сколько разговариваю сейчас уже с людьми, которые давно верующие. вот в наше время было собрание, молитвы, ночные молитвы, вот огонь был, молодежка там, ты шо, евангелизация, люди открыты были к Слову Божию, там еще служение, ретрит, это такой движ. Вот мы вспоминаем, как будто, знаете, что Бог, Он остался вчерашним. Но Библия четко говорит, Бог вчера, сегодня и когда? До двух часов субботы. А потом всегда Он тот же. Поэтому, когда мы ссылаемся на прошлое, знаете, что мы говорим? Что тогда было, а сейчас нет. Сейчас плохо и хуже и лучше не станет. Друзья, у Бога совсем другие перспективы. Он не смотрит на себя, обстоятельства, как мы смотрим, Он смотрит на обстоятельства, чтобы нам помочь присоединиться к нам рядышком и сказать из Писания, посмотри, в Писании это происходит, это происходит, это. Не думай, что ты только один в этих обстоятельствах. Многие проходят. Измени свое мнение. И, возможно, враг даже хочет нас унизить сегодня, разочаровать, показать нашу никчемность, бобят нашу инфраструктуру, разрушает нашу экономику, угрожает холодной зимой. Возможно, это все может произойти. Возможно. Но если мы зацикливаемся на этом, у нас никакой перспективы не будет. Нам нужно по жизни с песней ходить, правда? А песня это наша любовь к Богу, наше отношение с Ним. В этот путь мы идем в состояние происходящего сегодня в реале. Он может стать для нас этот путь либо величайшим разочарованием, либо позитивным наследием прохождением этот путь с Мессией. Потому что Он хочет быть рядышком с нами. В наших домашних обстоятельствах, в нашей семье, работе, в наших собраниях, во всех служениях, которые мы вовлечены. Поделиться надеждой с людьми, которые не знают утешения в Боге. Нам нужно с вами вообще, как верующим людям, в любом, в любых обстоятельствах поменять перспективу вообще будущего. Я призываю всех нас увидеть радость в пути. Не в конце пути радость, а во время, когда мы идем по жизни шагая широко. Да, не смотреть, что все происходит так плохо, а в каждом ситуации найти зерно радости и веры, потому что это зерно прорастет и даст нам силы только в Господе. Дорогие, знаете, касается не только нас здесь, касается тех, кто сейчас смотрит нас в интернете, тех, кто за границей. Этот путь, который вы проходите, это не для того, чтобы вы потом после победы именно пришли и сказали, о, радость победили. Это сделаем. и на нашей улице будет праздник. Но вы проходите этот путь, чтобы радоваться для получения надежды и силы пройти этот путь. Значит, нужно проходить. Нужно пройти это с радостью. Вы сказали, ну что, улыбаться? Да, улыбайтесь. Мы проезжаем Житомир. Улыбайтесь. Вы понимаете, это должно быть, это тоже наша часть. Знаете, Моисей вывел Израиль из рабства. Как классно, правда? Такую толпу вывели. Привел к Красному морю и там тупик. Бог сделал через него чудо. Провел через море посоху и кажется, вау, вот это достижение. Прошли, радость совершенна. А потом он пошел наверх получить пару десятков, как бы сказать, предупреждений или же желаний там, как бы десяти заповедей. Пришел и полностью разочаровался. Потом привел к обетованной земле, сказал, вот осталось такой пересечь, идите посмотрите. Пришли и 40 лет водил их по пустыне. И так 120 лет, пока не умер. Жизнь наверное, никому не пожелаешь. Но знаете что, сам путь по пустыне был не один, а с Богом. Если посмотрите, и Бог всегда вдохновлял его. Он говорит, да, народ это, но это мой народ. Вот слушай, не сердись, не сердчай, посмотри другую перспективу. 40 лет, ну хорошо 40 лет, мы за это немножко пострадаем, избавимся от тех, кто постоянно роптал, будет новый народ. Я не говорю, что у нас будет 40 лет, изменений, я говорю о том, что нужно поменять перспективу. И послание к Ефесянам, 3 глава, 20 стихи, 21. И потому, кто действующий в нас силой может сделать насравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в общине вешу омиссии во все роды от века до века. Аминь. Украинскую. Это очень прекрасно. Слава Богу, который может своей силой, яка дает в нас сделать незмирно больше, чем ты, про что мы можем молиться и мриять. Он может намного больше, чем мы можем просить. То есть, молиться, за что мы можем и за что можем мечтать. Он может намного больше. А самое большое, это проводить с ним время, где мы получаем радость в том, что мы проходим наш путь.